На встречу с нашей съемочной группой пришли около 50 человек. Многие из них считают себя пострадавшими. Люди жалуются на ТСЖ. Товарищество оставило их без лифта и наградило долгами. Пассажирскую кабину доступ закрыли около трех месяцев назад. Грузовой лифт перестал работать в начале сентября. Есть первые жертвы. ООСМК и ТСЖ Ладыгина 2Д моему здоровью был нанесен косвенно вред, о чем свидетельствует заключение МРТ-исследования. По данному факту написано заявление, которое находится на рассмотрении в управлении МВД России по Приморскому краю. Это самоуправство привело к тому, что у меня ребенок упал на лестнице и вывихнул себе лучевую кость. Я сама нахожусь в послеоперационном периоде. Вот у меня есть справка. Этот послеоперационный период у меня протекает со сложнениями. Но благодаря работникам нашего ТСЖ я должна бегать на 13 этаж пешком. У ТСЖ Ладыгина 2Д новые правила лифта могут пользоваться только те, у кого есть ключи от кабины. Их выдают, если жильцы оплачивают квитанции по содержанию дома, но 50 собственников отказываются это делать. Причину объясняют просто. Дом не сдан в эксплуатацию, а значит по некоторым счетам платить не нужно. Да и качеством услуг многие недовольны. Да, мы задолжники, мы не платим. Коммунальные платежи выборочно. 14 марта у нас выключается в доме свет. Свет у нас это отопление, это и вода, и все, потому что у нас на электричестве здесь дом построен. Вот. Когда выключилось, мы обратились в ДЭК, нам объяснили, что у вас за должность. Мы пришли к председателю, говорим, откуда? Мы же платили вам деньги. Он, я ничего не знаю, разбирайтесь сами. Вот мы и начали разбираться сами. Долги накопились из-за лифт. 90 тысяч рублей с начала 2016 года. Поэтому организация по его обслуживанию ООО СМК прекратила техобслуживание. Теперь этим вопросом занимается председатель ТСЖ Олег Максюков. Я пришел, говорю, я хочу получить этот магнит, чтобы пользоваться лифтом. Он сказал, оплати коммуналку, я тебе дам магнит. И не просто дам, а продам тебе его за тысячу рублей. В дом по улице Ладыгина 2D горожане стали заселяться в 2014-2015 годах. Его строительство началось около 10 лет назад, но по сей день объект не сдан в эксплуатацию. Однако это не мешает председателю ТСЖ взымать деньги за электроэнергию, содержание придомовой территории, вывоз мусора и даже за капитальный ремонт недостроенного дома. Также управляющий, по словам жильцов, требует деньги за установку 55 камер видеонаблюдения. Но на покупку записывающих устройств разрешение ни у кого не спрашивали. У нас не были даже опломбированы счетчики, поэтому мы ему лично в карманы платить должны были. Но слава тебе Господи, у нас такие молодые люди молодцы, умные, грамотные, хваткие, добились того, чтобы работники ДЭКа пришли и опломбировали нам счетчики. Многострадальные жильцы не раз обращались в жилищную инспекцию и прокуратуру. В свою очередь представители ТСЖ делают точно так же. Судебные заседания идут один за другим. К слову, есть и третья сторона конфликта – люди, которые не являются должниками. Получается сейчас такая ситуация, что часть жильцов, которые оплачивают, мы пользуемся всем. Вторая часть жильцов, которые не оплачивают, они и сами не могут пользоваться, и нам не дают. Они периодически ломают нам лифт, периодически тут портят видеокамеры наблюдения. Ну и, соответственно, даже если они лифтом пользуются, то они лифтом пользуются и за мой счет в том числе. Но, по словам самих должников, они не платят только ТСЖ Ладыгина 2Д, потому что не признают их правовую силу и считают управленцев мошенниками. 50 собственников выбрали другое товарищество, а электроэнергию за дом оплачивают напрямую в Дальневосточную энергетическую компанию. Председатель ТСЖ считает такие действия незаконными и уже подал на ДЭК в суд. Он себе оформил собственные все подвальные помещения, где у нас находится коммуникация. Мы не можем попасть, не посмотреть ни водомерные узлы, ни датчики, куда там. У него фазенда выше стоит, от которой он недавно на телевидении выступал, открестился. Я понятия не имею, что это такое. А от нее идет и свет, и вода к нему в офис. Офис, кстати, на контору не похож. О том, что это дверь ТСЖ, можно только догадываться. Здесь редко открывают и на звонки не реагируют. Но нашей съемочной группе все же удалось попасть за стол переговоров. Жильцы разошлись и нас пригласили. Олег Максюков был уверен в своей правоте и от вопросов не уходил. То есть деятельность ТСЖ закон. Это первое решение. На сегодняшний день существует порядка десятка решений, которые ждут вступления в силу. Это по взысканию за должности собственников. Всего у нас таких собственников порядка 50 человек. В отношении десятка уже решений есть вынесены, ждем, когда вступят. Это тоже подтверждает то, что ТСЖ на законном основании предъявляет требования к оплате. Какие еще доказательства вам нужны? Глава ТСЖ уверяет, дом будет достроен к концу 2016-го. Все коммунальные платежи должны проходить только через него. Половина собственников многоквартирного дома с этим не согласна. По информации должников, как минимум за электроэнергию на этажах обязан расплачиваться застройщик. Но таковой по документам ликвидирован. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.